Продолжаем наш с вами урок, сейчас мы будем делать убавки. Для начала снимаем первую петлю. Для этого мы вводим правую спицу слева в петлю и снимаем ее переворачивая. Теперь мы провязываем две петли за переднюю стенку вместе. Посмотрите, как я это делаю. Затем я ввожу левую спицу в снятую петлю, самую первую петлю и надеваю ее на провязанную петлю. Затем вяжем 17 петель по рисунку, начиная с изнаночной, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Теперь нам необходимо снова сделать то же самое, что мы делали в начале. Снимаем петлю, затем провязываем две петли вместе за переднюю стенку лицевой и теперь вводим левую петлю в снятую, накидываем ее на провязанную петлю, а дальше я ускорю, так как нам нужно снова связать столько же петель сколько мы связали в начале, то есть 17 петель. Я провязала 17 петель и оставшиеся петли я просто скидываю на другую сторону работы. свободные спицы я ввожу в петли, которые сейчас буду вязать и начинаю вязание. Эту половину ряда я начинаю точно так же, как и начала предыдущую половину ряда, то есть с убавок. Делаю то же самое, одну петлю снимаю, две провязываю за переднюю стенку лицевой и снятую надеваю на провязанную. Дальше снова 17 петелек, этот момент я опять ускорю, надеюсь вас не затруднит связать в рисунку 17 петель. И затем снова делаем убавку. Делаем ее так же, как и предыдущие три. Отлично. Остальные петли в этом ряду я довязываю по рисунку, вяжу до конца без убавок. Вот я связала один ряд, это 65 ряд. Следующий ряд давайте провяжем самостоятельно, его нужно вязать просто по рисунку, то есть также точно чередовать лицевую и изнаночную, лицевую и изнаночную. И встретимся с вами, когда нужно будет вязать 67 ряд. Так, приступаем к вязанию 67 ряда и вяжем мы его практически так же, как вязали и 65 ряд. Одну снимаем, переворачивая, две провязываем вместе за переднюю стенку лицевой и снятую накидываем на провязанную. Дальше я ускоряю опять и довязываем до нашей убавки, до следующей убавки, вот мы ее видим. Теперь я снимаю убавленную петельку, две провязываю лицевую за переднюю стенку и снятую надеваю на провязанную эту половинку ряда. И я вяжу до конца по рисунку, тут я опять ускорю. Меняем с вами спицы и приступаем ко второй половинке нашего 67 ряда. Здесь мы делаем то же самое, первую петельку снимаем, переворачивая, две вяжем вместе за переднюю стенку лицевой. И затем снятую надеваем на провязанную. Далее вяжем до следующей убавки по рисунку. Вот мы встретились с убавкой, делаем то же самое, одну снимаем, переворачивая, две провязываем за переднюю стенку и снятую надеваем на провязанную. Далее вяжем по рисунку до конца ряда. Здесь я опять же ускорю. Затем нам необходимо провязать еще один рядочек без убавок. И теперь, после того как мы это сделали, нам нужно вывернуть наше вязание. Посмотрите, как я это делаю, аккуратненько прячу спицы и ушко во внутрь нашей шапочки и выворачиваю. После того как я вывернула вязание, я все поправляю аккуратненько. И теперь мне необходимо взять дополнительную спицу. Я взяла спицу того же номера номер 4. Спица у меня одна из чулочных. Все поправила и начинаю провязывать. Ввожу в первую петлю на первой спице, в первую петлю на второй спице и захватываю рабочую нить и протягиваю сразу через обе петли. То же самое делаю со вторыми петлями. Ввожу на первой спице, на второй спице и по очереди протягиваю. Затем я ввожу одну из спиц в левой руке, в первую петлю на правой спице и протягиваю ее через вторую. Затем я снова провязываю сразу две петли на двух спицах в левой руке. Затем одну из левых спиц я ввожу в первую петлю на правой спице и надеваю ее на вторую. И так продолжаю, пока не закрою все петельки. Смотрите внимательно, чтобы не пропустить никакие петли и сильно не стянуть наш закрытый край. Так я продолжаю до конца, пока у нас на спице не останется одна петля. Вот одна петля осталась. Я ввожу спицу у нее и захватываю еще разочек нашу рабочую ниточку, как бы делая воздушную петельку закрепляющую. Обрезаю ниточку и выворачиваю шапку. Вот такой аккуратный шовчик у нас получился. Я отрезаю лишнюю нить в начале шапки. Беру иголочку нашу. Оставляю я примерно 15-20 см для того, чтобы было легко заправить кончики нитей. Я беру нашу иголку и поворачиваю шапку наборным краем к себе. Затем ввожу иглу в предыдущую петлю. Затем в ту же петлю, откуда выходила наша ниточка. И в следующую после нее петлю, делая стежочки. Таким образом мы выровняли наш краешек. Теперь нам нужно спрятать нитки на изнанке. Я ввожу под одну из долек лицевых петель. Делаю стежки. Так как нитка данная не очень скользкая, то заправить нитку будет довольно легко. Я делаю стежки примерно на протяжении 7 см. Вы можете сделать и побольше. Я думаю, что если будет на 2 см поменьше, то тоже тут как бы ничего страшного не случится. Если вы не уверены, что закрепили нитку хорошо, то сделайте еще несколько стежков. И теперь я возвращаюсь, выводя иголочку под наши стежочки. Возвращаюсь я не до конца, чтобы у нас обрезанная ниточка не торчала. Укратненько заправляю. И в сантиметрах в 2-3 от начала нашей шапочки, от нашего первого наборного ряда. Я останавливаюсь. Вытягиваю иголочку. Подтягиваю хорошенько. Проверяю, не видно ли на лицевой стороне. И обрезаю лишнее. Нам осталось заправить второй кончик. Это у нас на изнанке. Здесь все еще проще. Вы можете сделать это как вашей душе угодно. Точно так же пряча ниточку. В стежках я же это буду делать в нашем ряду закрытия. Точно так же в перемычке в изнаночных петлях я делаю стежки. Делаю их ровно столько, пока мне не покажется достаточно. И точно так же потом, после этого, возвращаясь, вводя иголочку под стежки. Так вот я, как и говорила, заправляю ниточку под стежки, которые я только что сделала. Для того, чтобы они не распустились. И лишнее отрезаю. Осталось вывернуть шапку и сделать влажно-тепловую обработку. Постирайте ее в прохладной воде, только не вздумайте ее отжимать скручивая. Отжимать лучше всего. Просто смена делает это аккуратно, можно вообще не отжимать в принципе. Но я все-таки предпочитаю немного отжать. И затем высушите ее на горизонтальной поверхности, разложив, например, на полотенце. Вот такая интересная шапка у нас получилась. Вязать ее было довольно просто, как вы сами убедились. И я надеюсь, вы справились. Пожалуйста, делитесь этим видео с друзьями. Возможно, кому-то пригодится это видео. И не будьте жаденными. Также обязательно ставьте лайки, смотрите видео других конкурсантов. И тоже обязательно лайкайте те видео, которые вам понравились. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, могут все. И здесь будет еще куча полезных, интересных видео. С вами была я, Юлия Лодырева. Посещайте мой канал. Ссылку вы можете увидеть где-то здесь. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Вступайте в группу вконтакте мою где-то здесь. Вы тоже можете видеть ссылки на все эти дела. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok